Ну вот, представляешь, да, мама уже в декрете, допустим, год, да, и тут сейчас новая конституция хрясь, обнуляется ее год, и все, и заново она может полтора года сидеть, согласись, круто же. Да, и эти, ну, оплачивают ей, да, ну, пособие, а если она 8 лет уже, или сколько? Ну, все равно, извините, некоторые там 16 лет уже, как бы. Ну, или вот, например, этот, ну, мат-капитал, да, она получила за первого, за второго чуть меньше, за третьего там еще меньше, и после принятия конституции, ну, заново, как бы, все, опять, как будто первая родила. Нормально? Вообще тема, да, надо родить. Вов, а мой висящий тапок все время видно, да, там в кадре? Ну, видно. Ну, ладно, у тебя тоже висит. Так, ну что, погнали? Ну что, дорогие друзья, мы снова на диване, а это значит у нас шоу Буан Бэви на диване. Спасибо всем за теплые, очень, отзывы нашего первого выпуска, да? И за то, что не стали писать плохих отзывов, тоже спасибо. Да, тоже спасибо. Ну, в общем, в этом выпуске мы решили продолжить традицию, отвечать на вопросы, на этот раз их собралось гораздо больше, и в Ютубе написали, и в Инстаграме написали. Постараемся учесть ваши пожелания, и будем отвечать более коротко. Итак, Юра, Травникова НАТО в Инстаграме спрашивает, посоветуйте легкую прогулку для поездки на море с глубоким капюшоном. О, ну на самом деле, постараюсь, да, коротко ответить. Смотрите, в первую очередь надо определить бюджет, на какое море поедут. На Черноморье, да? Слушай, сейчас можно вообще не выехать на море. На самом деле, да. Ну хорошо, если вдруг вам удалось, и вы прорвались на море, смотрите, допустим, если у вас бюджет позволяет, можно обратить внимание на Annex Airx. Она будет стоить на момент сейчас, да, съемки видео около 22 тысяч рублей. Не дешево, но на самом деле брендовая классная коляска. Вот, а более бюджетные, обратите внимание, на Joypack. Она будет на момент съемки в районе 10 тысяч стоит. Вот, там купюшон уже будет не такой глубокий, но достаточный. Плюс она компактно складывается, и можно будет даже взять вручную кладь на борт самолета. Так, хорошо, Андрей, у меня к тебе вопрос такой, даже не у меня, а у Инны Стреж, также из Инстаграма. Какую прогулку лучше выбрать для городских условий? У тебя море, а я в городе остаюсь. Да, извини, ты не прорвался. Ну, я думаю, тут самым важным параметром будет легкость и маневренность, чтобы уворачиваться от прохожих, да, на бульваре. Да. Вот, что касается выбора, я думаю, тут надо остановиться на более-менее известных брендах. Выбор очень большой по прогулкам. Если спрашивать моего мнения, я предложил бы вам рассмотреть Валка Бэби, Хау, Джои. Юр, Лена Смирнова спрашивает, ну, вопрос похожий на первый. Посоветую легкую прогулку с амортизацией, компактным складыванием для самолета. У нее свой самолет. Ездить по самолету? Нет, у нее свой самолет, поэтому... Так, ну, Елен, тогда так бы я порекомендовал. На самом деле тоже выбор большой, но чтобы немного сузить, давайте возьмем бюджетный вариант. Допустим, это Хаук Свифт, более дорогой, ну, или такой же, похожий вариант. Обратите внимание на Джои Пакт, который мы уже в предыдущем ответе, да, рекомендовали. Ну, и из таких подороже вариантов Бэби Дзен Йоя, тоже посмотрите. Андрей, Белка Блон тебе задает такой вопрос. С какого возраста нужна более легкая прогулочная коляска? Откуда она знает, что я знаю в ответ? Ты все знаешь, ты специалист. Ладно, на самом деле, Белка, мой ответ такой. Можно использовать прогулочную коляску даже с двух месяцев, если у самой коляски есть возможность привести спинку в полностью горизонтальное положение. Вот, но на самом деле, традиционно рекомендуем использовать где-то с шести месяцев. Юр, вопрос от Джульет Бородиной. Так, слушай. Посоветуйте прогулку по доступной цене. Вот и давай. У тебя доступная цена – это сколько? Так, Джульетта, давайте предположим, что доступная для вас – это, ну, давайте, от 10 до 15 тысяч рублей. Доступная ведь? Хорошо, доступная. Тогда, смотрите, ну, на самом деле, наверное, в этом выпуске мы часто уже упоминаем бренд Джои. Обратите внимание на Джои, плюс бренд Хаук. Там тоже есть очень достойные прогулочные коляски, крепкие. Вот. А по моделям, по дизайну, ну, мы не знаем, для каких условий будете эксплуатировать, поэтому проще, наверное, выбрать самой. Но этим брендам можно доверять. Доступно, объясню. А доступная – это недоступная цена? Да тут ты знаешь. Это бюджетная уже. Андрей, тут у нас девушка, на самом деле, молодец. Она, видимо, смотрит наши прямые эфиры. Смотри, вопрос такой. Галина Попова. Когда в наличии будет Зилле Спринт? Ну, есть некоторые обещания, заверения поставщика, что где-то в середине лета. Но мы думаем, что, наверное, ближе к концу лета. И поэтому рекомендация такая. Если вы все-таки планируете конец весны и летом еще покатать прогулку, то попробуйте посмотреть еще другие варианты. Мария Ковлева спрашивает. Посоветуйте легкую прогулку с реверсивным сидением. О, на самом деле, смотрите, когда прогулка имеет реверсивное сидение, это же дополнительный блок, куски пластика, которые добавляют к весу коляски. Поэтому, на самом деле, совсем легких колясок именно с переставным реверсивным блоком не так много. Но могу порекомендовать, допустим, Валка Бэби Снап 4 Ультра. Но единственное, она будет весить там в районе, наверное, 8 килограммов, там 80 небольших. Я бы для вашего случая все-таки рекомендовал, может быть, даже с перекидной ручкой. С Маобаги есть и Мирус у компании Joy. Вот, и на самом деле, когда мы были с тобой на выставке в Польше, мы с тобой видели обалденную новинку от компании Хаук. Там тоже реверсивный блок. Называется Хаук Игл 4С. Да, кстати, скоро будет обзор у нас на канале, ну, экспресс-обзор. Да, да. Смотрите. Единственное, мы пока, да, о сроках прихода прям точно не знаем, но в ближайшее время обещают, что появится. Да, она ультралегкая и очень красивая. Да. Ну, с реверсивным блоком. Складывается вместе с ним прям. Вешается на плечико, легкая. Друзья, переходим к следующему блоку. Это вопросы по новинке от компании Annex, которую многие ждут, многие про нее спрашивают. Это Annex L-Type. На самом деле, очень много было вопросов, когда же у нас будет или вообще будет ли подробный обзор на эту колеску. Да. Юр, такое время тяжело наступило. Люди считают деньги, доллар растет и так далее. Какая будет цена на Annex L-Type? Ну, смотрите, когда мы были в Польше и спрашивали у производителя, какая все-таки рекомендуемая цена будет в России, тогда нам сказали около 38 тысяч за два в одном. Однако, тогда еще не знали, что будет с курсом рубля и доллара. И мы предполагаем, что все-таки цена подрастет. Какая она будет все-таки окончательная, мы пока не знаем. На самом деле, очень много было вопросов по поводу предзаказов, когда маму уже оставляли. Что будет с этими предзаказами? И можно ли сейчас оставлять предзаказы на эту коляску, вот из этой партии, ближайшей, которая приедет? Можно оставлять предзаказы. Оставляйте предзаказы. Юр, Катрин Сочи, или Катрин из Сочи, она спрашивает, удобны ли такие колеса, не жестко ли будет на дороге? Ну, на самом деле, сразу предупредим, что у коляски закрытый тип амортизации, достаточно плотная амортизация. Колеса, на самом деле, они тоже сделаны из полиуретана, достаточно мягкие, но, конечно, они будут уступать надувным колесам. Поэтому смотрите, по месту, где вы будете ее катать, она будет не самой мягкой амортизацией, но вполне достаточно, тем более, если девушка из Сочи, то вам точно будет отлично. Андрей, ты счастливчик, последний вопрос тебе на сегодня. Кстати, если мы на чьи-то из ваших вопросов не ответили, обязательно пишите дальше. Вернее, не пишите, на самом деле, мы на ваши вопросы обязательно ответим. Просто хронометраж передачи не такой большой, и вы нас сами просили не растягивать, не размазывать. Ты меня специально готовишь, самый сложный вопрос. Да, самый сложный, и он, наконец, остался. Натали Филиппова у нас спрашивает. Внимание! L-Type или Cybex Balios S? И почему? Ну, надо сказать, что Cybex мы не занимаемся, но, однако, все равно, обе эти коляски мы можем рекомендовать. Они технически оснащены примерно одинаково, и я вам рекомендую так. Выбирайте ту, которая больше вам нравится внешне, потому что обе этих коляски отслужат вам 3 года вообще вот так. Юр, незапланированный вопрос от неизвестного подписчика. Кто диван будет переносить потом из шоурума обратно в офис? Друзья, спасибо, что вы нас смотрели. Для нас это очень ценно. Да, пишите свои вопросы, мы постараемся на них ответить в самых ближайших выпусках. И говорить только правду, и ничего кроме правды. Пока-пока. Клянусь. Почему мы все записываем эту передачу в 12 ночи? Субтитры сделал DimaTorzok